В эфире на Ульцкого телевидения итоговый выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. 16 января в Доме Республики глава Башкортостана Радий Хабиров провел рабочее совещание по реализации в Республике положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В нем приняли участие члены правительства Республики Башкортостан, депутаты Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, главы муниципалитетов. В администрации Наульского района за совещанием следили в режиме видеоконференции. Глава Республики отметил, что основной тезис этого послания в том, что величие нашей страны – это достойный уровень жизни. И началось оно с самого главного – с демографии. В Башкортостане, по данным статистики, сегодня проживают более 4 миллионов человек. С января текущего года семьи, доходы которых не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. С 1 января 2020 года при рождении первенца семья получит право на материнский капитал. В сегодняшнем объеме – 466 тысяч рублей после индексации. При рождении второго ребенка сумма увеличивается на 150 тысяч рублей. Затем, в тех регионах и школах, где есть техническая возможность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. А не позднее 1 сентября 2023 года им должны быть обеспечены младшие школьники во всех субъектах Российской Федерации. Также с 1 сентября будет введена специальная доплата классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета при сохранении всех действующих региональных выплат. Сегодня в Башкирии в среднем на классного руководителя выходит порядка 2 тысяч рублей. Количество бюджетных мест в вузах будет ежегодно увеличиваться в приоритетном порядке на те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров. На данный момент у нас более 300 ФАПов требуют замены. В этом году по плану будут отремонтированы порядка 80. С 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. Более 500 миллиардов рублей на эту программу уже выделено. Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%. За счет федеральных средств регионам будет компенсировано две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Нужно создать такие правовые и финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов, новаторских команд могли стать сильными и успешными инновационными компаниями. По итогам совещания было решено на основании послания президента подготовить соответствующий документ в части нашего региона сразу, как только выйдет перечень поручений по его реализации. С 1 января 2020 года по России вступают в силу некоторые законы. Льготная ипотека на селе, электронные трудовые, новые правила выгула собак и регистрация автомобилей, индексация материнского капитала. Программа материнского капитала продолжит действовать и в этом году. Стоит добавить, что возобновится индексация капитала, которая была приостановлена в 2016 году. С 15 января Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал при рождении первого ребенка. Его инициатива прозвучала во время обращения с посланием к Федеральному собранию. В 2020 году сумма материнского капитала будет составлять 466 617 рублей. Про увеличение материнского капитала подробнее расскажет начальник управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Янаульском районе Гульнара Вильданова. В соответствии с Федеральным законом номер 380 ФЗ с 1 января размер материнского семейного капитала увеличен до 460 617 рублей. Увеличение по сравнению с прошлым годом составило 13 591 рубль. С начала действия программы поддержки семьи имеющих детей в республике уже выдано более 318 тысяч сертификатов. В нашем же Янаульском районе их выдано уже около 4 тысяч. С 1 января 2020 года также расширен круг получателей ежемесячной выплаты и увеличен срок ее получения. За ежемесячные выплаты в размере 9789 рублей могут обратиться семьи, в которых доход на каждого члена семьи составит ниже 20 868 рублей. Теперь владелец сертификата имеет право обратиться за ежемесячной выплатой в любое время в течение трех лет со дня рождения второго ребенка. Заявления на ежемесячную выплату принимаются в клиентской службе нашего управления. Также они принимаются во всех управлениях Пенсионного фонда на территории Российской Федерации, независимо от места жительства владельца сертификата на материнский капитал. Обратиться за выплатой можно через личный кабинет, размещенный на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, либо через МФЦ. За 2019 год прокуратурой Янаульского района выявлено более 600 нарушений законов, в том числе в сфере экономики 112, в сфере соблюдения прав и свободы человека 444 нарушения. Об итогах деятельности прокуратуры района за прошедший год нам рассказала старший помощник прокурора Светлана Ахметова. В 2019 году в прокуратуру района поступило 470 обращений. Чаще всего граждане обращались на нарушение прав в сфере трудовых отношений, на нарушение законодательства в сфере ЖКХ, о бездействии судебных приставов в сфере жилищного законодательства. В части предоставления жилья детям-сиротам также были и другие обращения. В ходе разрешения указанных обращений для прокуратуры района пресечено 34 нарушения законодательства. Для устранения которых внесено 31 представление, 21 исков, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, внесен 1 протест. Примером эффективности защиты прав граждан, обратившихся в прокуратуру района, является защита прав на оплату труда. К примеру, в прокуратуре района проведена проверка соблюдения трудовых прав, в ходе которой установлено, что с мая 2019 года работники ООО «Башкирский фермер» заработную плату не получали. По указанному факту нарушения прокуратуры района в отношении виновного должностного лица, руководителя ООО «Башкирский фермер», возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном в части 3 статьи 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая рассмотрена, за содеянное виновному лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, в суд направлено 16 заявлений, которые рассмотрены в результате нарушения законодательства, устранены указанным работникам, выплачена заработная плата. Если сравнивать обращения, поступившие в 2018 году с поступившими в 2019 году соответственно, то у нас получается незначительное увеличение количества обращений, ну приблизительно процентов на 15 при подсчете. Это связано с тем, что граждане более свободнее стали обращаться в прокуратуру, их сейчас не пугают какие-то гонения со стороны руководства, допустим, работодателя. Народ уже больше знает свои права и соответственно он их реализует как в органах прокуратуры, он их защищает, так и через суд. Кроме того, прокуратурой района на постоянной основе осуществляется надзор за законностью принятия органами местного самоуправления нормативных правовых актов. Хочу отметить, что в 2019 году прокуратурой района проверено 718 нормативных правовых актов, изучено 751 проектов нормативно-правовых актов, при этом оспорено 235 нормативных правовых актов, в 46 установлены коррупциогенные факторы. Данные нормативно-правовые акты были приняты по различным вопросам, в том числе по вопросам в сфере землепользования, в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, регулирующих порядок предоставления муниципальных услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по всем актам выявленных нарушений прокуратурой района были внесены акты прокурорского реагирования. По выявленным нарушениям внесено 75 протестов, 36 представлений, 10 требований об исключении коррупциогенных факторов, которые рассмотрены, в общем-то, и данные нормативно-правовые акты приведены в соответствии с федеральным законодательством. В целях устранения выявленных нарушений прокуратуры района принесено 87 протестов, направлено в суд 58 исковых заявлений, внесено 210 представлений, по которым привлечено к дисциплинарной ответственности 195 должностных лиц. Кроме того, по постановлению прокурора к административной ответственности привлечено 34 лица, вынесено 10 предостережений о недопустимости нарушений закона и направлен один материал для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В 2019 году с участием работников прокуратуры района рассмотрено 263 уголовных дела публичного и частно-публичного обвинения в отношении 279 лиц. Из общего количества рассмотренных уголовных дел 18 рассмотрены с проведением предварительного слушания. По 157 уголовным делам в отношении 165 лиц постановлены обвинительные приговоры. По 79 делам вынесено постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. А по 23 уголовным делам в отношении 26 лиц вынесено постановление о прекращении в связи с назначением судебного штрафа. Волонтерское движение в Янауле работает не первый год. Чтобы привлечь новых ребят, педагогам Дворца молодежи каждый год проводятся встречи с учащимися достигших 14 лет. Такая встреча прошла в школе номер 4 нашего города 17 января. Куратор волонтерского движения Ленара Ахмедзянова кратко рассказала об их организации, пригласила туда всех желающих. «Не думайте о цене, подумайте о ценностях», процитировала она известную фразу. «На базе Дворца молодежи у нас имеется волонтерское движение РомДД. Это РомДД вместе, региональное общество молодежного добровольческого движения вместе, если расшифровать правильнее. Волонтеры, что такое волонтеры? Это те люди, которые добровольно готовы потратить свое силы, время на пользу обществу или, допустим, к определенным людям». По-другому, волонтер – это доброволец. Синоним этого слова, можем так уж сказать. Здесь, как можно стать волонтером? Волонтером можно стать с 14 лет. Также, но бывают исключения, ребята младшего возраста также могут стать волонтерами. Нету таких определенных, как скажем, преград для этого. Волонтеры могут помогать пожилым, инвалидам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, больным детям также могут какой-то оказать помощь. Ну, у кого душа открыта на добрые дела уж так, если скажем, если есть у вас желание помогать людям, то добро пожаловать. Девочки из третьей школы у нас очень активные, они нам помогают. Мы просим помощи, они как бы не отказываются, приходят. Ну, стимулирующие у них еще есть волонтерские книжки. Открываем волонтерские книжки, пишем, что, где, когда все происходило. Мероприятие в этом году постараемся уже пройти по всем школам, по деревенским, по сельским школам тоже хотели пройтись. Чтобы волонтеров у нас в городе Янаул и в Янаульском вообще районе стало больше, чем в прошлом году. Лидер волонтерского движения «Волонтеры Победы» Нафиса Фасхудинова предложила ребятам зарегистрироваться на сайте добровольцев. Стена памяти мы проводим ежегодно с 2015 года. Это, как знают, наверное, жители, это в парке устанавливается стена и на ней фотографии участников Великой Отечественной войны и фамилии, имя, отчество. В этом году мы хотим немножечко расширить эту акцию. То есть стену, во-первых, сделать побольше и информации тоже побольше на ней. То есть, например, фотографии участника Великой Отечественной войны, фамилия, имя, отчество, его боевой путь и, если есть, копии документов. Документы — это, может быть, наградной лист, может быть, письмо какое-то с войны. Эти документы мы собираем. То есть с документами нужно будет подойти ко мне во дворец молодежи, в 22-й кабинет. И желательно, чтобы документы были на цифровом носителе, то есть на флеш-карте или на диске. Либо, если, например, внуки живут в другом городе, можно на почту к нам выслать до молодежи, собачка.mail.ru. Мы начали собирать. Это Суэргулов и Брагим. Снова Артаулов, его боевой путь. Вот есть все. Желательно до конца марта уже принести, потому что в апреле мы будем формировать эту стену. Ну и 9 мая она, естественно, должна уже стоять. Среди семиклассников школы номер 4 уже есть добровольцы. За свою активную деятельность они были награждены благодарственными письмами от имени Дворца молодежи. Зимняя пора – это отличное время для разнообразных увлечений. Лыжный спорт остается одним из самых востребованных и распространенных видов спорта в холодное время года. Многие на улице являются его приверженцами. Но среди зимних увлечений в нашем районе популярен не только он. Традиционно лыжная трасса на Некрасово – одно из популярных мест янаульцев. Многие из них практически каждый вечер выходят сюда, чтобы с пользой для здоровья провести время и просто получить заряд положительных эмоций. Здесь можно встретить и целые семьи, где к спорту приобщаются, начиная с самых младших членов семьи. Все больше становится и тех, кто занимается скандинавской ходьбой. Занимаюсь уже для себя и для меня. Утром и вечером хожу. По три, три, четыре круга даю. Каждый день, можно сказать. Утром три или вечером. По четыре бывает. По пять бывает иногда вечером. Лучше, конечно, для меня. Но я себя чувствую, конечно, лучше. Раньше так ходила просто. Потом говорю, давай-ка я палкой попробую. Вот так попробую. Удобно оказывается, легко. Тем временем на катке шла тренировка хоккеистов. Уже многие годы здесь занимаются те, кто увлечен одним из самых известных видов зимнего спорта. Для каждого из них это неотъемлемая часть образа жизни. Единственное, что немного омрачает, как отмечают участники команды, не хватает молодежи в составе. Большинство игроков – представители старшего поколения. Прибавляет, как говорится, настроение. От души играем, при себя в ухе играем. Область такая, как бы у нас и группа здоровья есть, как говорится. Все вот общаемся, собираемся. Сами каток чистим, сами заливаем. И молодежь стараемся привлекать, играть. Ну, я сам лично с 10 лет на коньки встал. Ну, потом вот в 90-е годы здесь перерыв у нас был. Не было как бы хоккея. В 2009 году возобновился. Начали по-новой заниматься. Ну, в основном, от 40 до 60 лет ходят. Молодежи мало ходят. Стараемся больше их привлекать. Пусть и нас тоже занимались этим видом спорта. Зима, как бы, меньше сказать, можно розовая, теплая. Ну, и поэтому редко удается заливать. Ну, как редко, вечерами приходится заливать. Нарос небольшой льда получается, потому что тепло. В такую поводу, конечно, приятно ходить, заниматься. Тепло, хорошо. На катке в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» каждый день можно встретить немало горожан. Среди них и те, кто делает практически первые шаги на коньках. И те, кто на льду, чувствуют себя свободно и уверенно. Я уже два года катаюсь на коньках. Вот, первый год не очень получалось, а вот сейчас нормально. Катаюсь быстро. Ну, на коньках я два раза в неделю, наверное, катаюсь. Ну, если друзья позовут, можно почаще покататься. Ну, я хочу научиться еще быстрее кататься, выполнять какие-нибудь трюки там. Эта зима уже преподнесла свои сюрпризы. Из-за малого количества снега и при высоких температурах состояние лыжных трасс и катков было хуже. Но, несмотря на это, энтузиазм жителей не иссяк. А любителей активного образа жизни с каждым годом в районе становится все больше. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Таковы события уходящей недели. Впереди нас ждут выходные дни. Проведите их с пользой. Редактор субтитров А.Семкин